Актуальное интервью Студенческий день, день Татьяны И, конечно же, в первую очередь Студенчество ассоциируется у многих Это с общежитием, с посиделками, с друзьями Известно, что в последние годы В СВФУ увеличилось число корпусов общежитий Скажите, пожалуйста, насколько их сейчас хватает И сколько проживает у них студентов? На сегодняшний день в студенческом городке Мы можем разместить 5700 студентов примерно Плюс-минус И все равно этого количества нам не хватает На этот день по нашей статистике У нас порядка 120 студентов, которые нуждаются в общежитии Остро нуждаются и все малоимущие студенты Несмотря на ввод нового корпуса Двух корпусов, да? 9.1 и 9.2 На 941 место Планируем еще построить новое общежитие по улице Губина Где у нас будут проживать предварительно 500 студентов Но, я думаю, все равно этого количества не хватит Все равно по законодательству мы должны обеспечить жильем всех районных студентов И тогда еще нужно построить, мне кажется, 3-4 студента Общежития? Да, общежития То есть, да И тут не по доходу считается А если студент приезжий, то, в принципе, он должен заселиться в общежитии Скажите, то есть, получается, если сейчас проблема Значит, не хватает мест Значит, общежития перенаселены? Или они проживают в других местах? Это мы сейчас говорим только об остронуждающихся, да? Об остронуждающихся В целом, если мы хотим, то еще нужны 3 общежития, на мой взгляд А сейчас где, как обстоят дела? Вы с ними связь держите? Ну да, это те студенты, у которых доход большой В принципе, они могут снимать Но по закону мы их должны заселять А аспиранты и магистранты насколько обеспечены? Аспиранты на сегодняшний день полностью обеспечены Ординаторы тоже полностью обеспечены Они проживают у нас в общежитиях, где проживают сотрудники Это 21-й и 14-й корпус Всего у нас общежитий 16 Из них 14 это студенческие корпуса А в процентах можно озвучить, насколько обеспеченность общежития студентов? Ну половина, если так грубо взять Как обустроен быт студентов? Какие-то изменения? Что вообще предусмотрено в современных общежитиях? Если сравнивать с моим студенчеством, то нынешние студенты проживают, я думаю, в комфортных условиях Благодаря нашему ректору Евгению Исаевну Михайлову Сейчас у нас в общежитиях есть стиральные машины, есть холодильники, есть комфортки, есть морозильники Когда я был студентом в Якутском госуниверситете, у нас кухни были пустые, например И, конечно же, мы стараемся содержать Если в комнатах раньше жили по 8, по 6 человек, то по квоте, по паспорту Если по паспорту там 4, то 4 мест, значит 4 студента Вот так у нас распределение, в принципе, свободно Мне кажется, все условия для того, чтобы студент получал образование, все комфортные условия для этого созданы Санитарные нормы соблюдаются? Конечно, проверки постоянные, по чистоте, не только внутри общежития, но и в прилегающей территории Я думаю, горожане это видят, смотрят И те работы, которые у нас ведутся, я думаю, соответствуют сегодняшним санитарным нормам А изменились ли в последнее время правила приема и интересуют по цене? В последнее время, последнее изменение, которое было раньше, у нас вне очереди заселялись студенты из северных районов Сейчас это идет у нас по закону, все студенты у нас равны, и они идут только по доходам Если у него доход меньше, значит он первее должен заселиться Вот так на сегодняшний день у нас обустроено А вне очереди у нас заселяются студенты-сироты и студенты-инвалиды с детства А какие существуют проблемные вопросы? Вы говорите, что, допустим, не хватает тем, кто остро нуждается Давайте мы посмотрим на ситуацию глубже То есть сирота, который имеет право на заселение, допустим, нет места Или там, может быть, он подал заявку и не поселился То есть вот такие вот моменты бывают, и место пустует Да, ну по сиротам мы всегда вопрос решаем Тут не может быть то, что мест нет, поселение или где-нибудь еще Всегда у нас сироты заселяются Таких студентов у нас на сегодняшний день около 300 Есть проблема, да, вот сказали, что у нас некоторые места могут пустовать Потому что есть студенты, которые заселяются, договор получают и фактически не проживают Но их немного, но они есть, мы с учебными подразделениями работаем По выселению студентов, ну, как вам сказать То есть выселить вы не можете? Да, выселить мы не можем, только 4 пункта Это при отчислении, если студент сам хочет этого, пишет по собственному желанию Если по решению суда и по смерти Тут нарушение там внутренних распорядков Все связано только с учебным процессом То есть студент, который, допустим, подал заявку, да, по факту не проживает Он занимает чье-то место Было бы удобнее, если бы он пришел, уведомил, да, об этом? Да, мы разговариваем Как-то призраки студенты, что делать с этой ситуацией? Ну, мы с ними разговариваем, они пишут заявление, да, просто так может быть такое-то, что, да, человек заселился, родители вступили в ипотеку, и, ну, квартира появилась, ему удобно там жить, например То есть льготная категория граждан – это сироты и дети-инвалиды с детства первой группы Да, первой группы То есть они не платят вообще за чешти? Да, за проживание они не оплачивают А остальные сколько оплачивают? В месяц В месяц, да, в месяц, если человек совсем льгот не имеет, да, максимальная сумма – 1350 в месяц Это коммерческий студент с хорошим доходом, можно так сказать Если студент малоимущий, а таких у нас 4300 человек в общежитиях студенческого городка, да, то они имеют право получать государную социальную стипендию и льготы, которые предоставляет профсоюз И оно оплата начинается от 500 рублей, от 504 рублей в месяц То есть большинство у нас сколько оплачивает? 504 рубля То есть большинство А вот вы сказали, что строится новый корпус Когда планируется его ввод и кто будет там проживать? Планируется ввод в декабре этого года И мы планируем переселить туда студентов педагогического института на 500 мест В принципе, у них места обучения у нас в центре же Я думаю, улица Губина тоже чуть-чуть поближе будет И будет гораздо удобнее им проживать там А не переселять, например, автодорожный факультет, который и так обучение у них за пределами студенческого городка А насколько большой это будет объект? 500 мест это сколько этажей? Это 5 этажей, 4 подъезда, где-то так Обычные Насколько снимет проблему нехватки? На остронуждающиеся все будут заселены Но еще и задача стоит такая, что всех иногородних студентов нужно заселять Они тоже, в принципе, нуждаются в общежитии Им легче проживать в общежитии, нежели снимать жилье, например Даже если у них доход большой, например И еще нужно, по крайней мере, у нас 7 тысяч студентов иногородних, если мне память не изменяет Всего 17 тысяч студентов И вот всех их надо заселять все равно А насколько далеко от учебного заведения общежитие будет расположено? Ну, вот по земле очень острая проблема Конечно же, хотелось бы, чтобы они внутри студенческого городка располагались Ну, поблизости хотя бы Потому что все учебные корпуса у нас здесь В итоге я вот на этот вопрос ответить не могу Как это будет? В 66-м, ну, за Теплым озером, там же есть места, где у нас частные Это скупает или как? Это уже вопрос, который будет решаться там, в правительстве, наверное Большую часть времени студенты проводят в университетском кампусе Да Какие есть там условия, какие услуги для студентов? Расскажите Ну, я вот со многими студентами общаюсь Они говорят, когда вот иногда ходим на какие-то мероприятия в центре О, как я давно не приходил сюда, например Все у нас на самом деле есть Поликлиника неподалеку Пятая поликлиника переехала в здание третьей поликлиники, да Парикмахерская, бассейн, все спортивные сооружения у нас там есть, магазины В принципе, все необходимые условия созданы Вплоть до мест проведения дискотек, можно так сказать Ну, от устроенности быта, конечно же, зависит и успеваемость обучения человека Скажите, кто помогает в том, чтобы этот быт был обустроен? Сколько людей человек работает в студенческом городке? На сегодняшний день работают порядка 100 человек Это старшие администраторы, дежурные администраторы Педагоги-организаторы, администрация, дирекция студенческого городка И, конечно же, наши заместители директоров и учебные заведения Учебные подразделения тоже имеют своих кураторов Все вместе общими усилиями создаем быт, условия для проживания А какие-то есть требования для того, чтобы устроиться на работу? Не, ну, педагогическое образование желательно, конечно И желание работать, в принципе У нас, если вы посмотрите, средний возраст Раньше был 55 лет Да, вот, всех вахтеров, дежурных администраторов Если посмотреть, сейчас уже до 30 доходит Директор, я как директор студенческого городка молодой, например Мой заместитель директора тоже 24 года ему И вот так, педагоги-организаторы, студенты Молодежь, она же разговаривает, ну, как с другом общается Необходимо иметь подход Да, подход А часто бывает такое, что, допустим, те же студенты, которые жили в общежитии Решают остаться, продолжать работать Да, вот, все мои сотрудники почти что так, получается Они уже были активистами И уже начинают работать со студентами Как педагоги-организаторы, вот, как заместитель директора студенческого городка По воспитательной работе Вот так далее Как в студенческих общежитиях принято праздновать Татьянин день? Как планируете вы отметить этот праздник? В студенческих общежитиях всегда по-разному Это как активисты хотят это провести А может быть у якутских студентов есть именно своя традиция? У якутских студентов традиция, она... Ну, это у нас ежегодно, как СВФу организовалось У нас ежегодное мероприятие 25-го, да? Это концерт в культурном центре Сергелях Там собираются все отличники, хорошисты, все активисты И смотрят концерт, их поздравляет наш ректор Поздравляют руководителей нашего государства, ну, республики, города И еще активистам даем возможность бесплатно покататься на коньках Раньше мы устраивали прямые эфиры с нашими студентами И в Ледовом дворце мы планируем тоже ежегодно Благодарю вас за беседу Нашим телезрителям я напоминаю о том, что у нас в гостях Был директор студент Городка Сергей Лях, Петр Шамаев Оставайтесь на нашем канале, и мы всегда обсудим все самые важные и актуальные темы Всего доброго, до встречи в эфире Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова